Донорскую акцию провела Люберецкая станция переливания крови. Приурочена она к Всемирному дню донора костного мозга, который отмечается ежегодно 17 сентября. В этом году одними из первых участия в акции приняли студенты Люберецкого медицинского колледжа. Они учатся помогать людям. Поэтому в акции, которые для кого-то жизненно необходимы, приняли участие без раздумий. 56 будущих медиков, которым уже есть 18 лет, стали донорами. Большинство из них сдавали кровь впервые. Как студент третьего курса Денис Баринов. За то, что я стал работать в медицине, я понимаю, что это достаточно важная часть в данной сфере. Я хочу помогать людям и в дальнейшем стать почетным донором России. А для этого нужно сдать кровь 40 раз. После получения статуса почетным донором выплачивается ежегодная выплата 15 тысяч рублей. Предоставляются льготы на услуги ЖКХ, на проезд, а еще они могут уходить в оплачиваемый отпуск в любое удобное для себя время. Кровь всегда нужна в больнице. В нашей больнице, в других соседних больницах. Служба крови – это единая база. Если где-то какой-то крови нет, мы обязательно должны откликнуться. Мобильная станция переливания крови начинает свою работу с сентября, когда большинство людей выходит из отпусков, а у студентов начинается учеба. Поэтому с сентября по май – лучшее время, чтобы сделать доброе дело. Хочу заметить, что увеличился приток первичных доноров за последние 8 месяцев. Доноров 800 человек в год – это очень большая цифра по сравнению с прошлым годом. Такие акции проводят для пополнения запасов донорской крови и ее компонентов. Как отметили сотрудники станции, ждут абсолютно всех. Но людей с первой отрицательной – в особенности. Это универсальные доноры. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.